Комментарии украинских читателей. Да у нас этих Путиных просто завались. И на СМИ. Россия. 8 октября 2019 года. Отдых в тайге. 7 октября Владимир Путин отмечает свой день рождения. Хозяину Кремля исполняется 67 лет. В полночь российские СМИ опубликовали минутный ролик о том, как Путин поехал отдыхать в Сибирскую тайгу и прогулялся возле реки Нисси. Ролик начинается словами Путина «Забрались за облака. Почти 2000 метров». Далее, пишет главред следует кадры, как Путин, держа в руке палку, взбирается по горе. Потом они вместе с министром обороны Сергеем Шойгу собирают грибы, шишки и бруснику. Также на одном из кадров видно, что Путин и Шойгу организовали пикник на природе. Все эти иронично отнеслись в виде отчета Путина в свой день рождения. Коты база где-то и Га сгорела или сперли? Там, видать, все бруснику топором собирают. Суд над Путиным активисты пришли к посольству Российской Федерации на Украине поздравить президента РФ с днем рождения. Как сообщает корреспондент Укринформа, во время акции активисты провели импровизированный Гаагский суд над Владимиром Путиным за совершенные им военные преступления против человечества. В частности, активист, переодетый в костюм заключенного Путина, давал показания о совершенных преступлениях в Грузии, Молдаве, Украине, на Донбассе и в Крыму, Чечне и Сирии. Поддержать участников акции суд над Путиным пришел освобожденный из российского плена украинец Владимир Балух. Он рассказал, что в его семье с 2014 года есть традиция. Каждый раз, когда они собираются за столом, второй тост пьют за упокой Путина. Для меня он не является какой-то личностью. Он – вершина айсберга под названием ФСБ. Но рано или поздно эта ФСБшная машина развалится. А Путину я желаю поскорее оказаться перед страшным судом, цитирует Балуха телеканал Новин-24. Сколько у Путина двойников? В понедельник, 7 октября, президенту России Владимиру Путину исполняется 67 лет. На просторах интернета уже очень давно бытует мнение, что его уже нет в живых, а должность главы Кремля занимают многочисленные двойники. Также некоторые предполагают, что настоящий Путин живет где-то на Западе. Обозреватель собрал несколько снимков, на которых можно заметить различия. Стоит отметить, что подменять погибшего лидера двойником было обычным делом в Византии и в средневековой Японии. И в наше время это явление, весьма востребованное. В частности, президенты пользуются услугами клонов в целях безопасности. Комментарии читателей юнт Андрису Красеть взбудорожилось. Как же, день рождения их бога двоеточие, Иваненко Виталий на Украине и своего Путина в ближайшее время не намечается. Одни алкаши да клоуны. С овощами. Алоизович Петр. Да у нас этих Путин их просто завались. Тяжко вам придется. Кало с днем рождения. Дорогой Владимир Владимирович. Долгих лет жизни и продолжения успешного правления своей великой родиной. Вы лучший лидер современности, народ вами гордится. Шелл Шелл в Раше самые популярные телепередачи, это один в один или точь в точь. На самом деле это не просто конкурс для пародистов, это подготовка клонов Путина, а также другой элиты Кремля. Двойники были и у Сталина, и у Брежнева, и у Майдзо Дуна, и у Кенниги. Украина, наверное, единственная страна в мире, где не занимаются фальсификацией лидеров. Поэтому она никак не может вырваться из цепких лап оккупантов. Президент у нас всегда один, и он просто не успевает никуда. Кравчук был один, Кучма – один, Ющенко – один и Порошенко был один. Менталитет у украинцев такой. Мы не выносим фальши и поэтому всегда и проигрываем. Нагульнов Макара Босс, хватит так издеваться над хохлами, они люди же, у них иначе никогда чердак на место не встанет, если им этим почивать. Юг Руси на просторах интернета уже очень давно бытует мнение. Ну, тогда верю безоговорочно. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ. Продолжение следует...